Дмитрий Швецов Дмитрий Аверченков, контрабасист, живу в Новосибирске. Ну, собственно, джазовый контрабасист, почему и в Косноярске. Алексей Черемизов пригласил меня в проезд с нью-йоркской певицей, с Мишей Левокер. Я большим удовольствием приехал в Косноярск. Я ограничен высотой струн, да. Меня зовут Алексей Черемизов, я пианист. Почему в Косноярске? У нас сегодня концерт. Главное действующее лицо – это Мишель Левокер. Мишель Левокер, джазовая певица, окончила университет Мэрилэнда, Стэнфорд и консерваторию Амстердама. Ни один джазовый фестиваль мирового уровня не обходится без вокалистки. Критики говорят, Левокер демонстрирует экстраординарный уровень музыкального образования, который меркнет на фоне ее же экстраординарного таланта. Джаз для меня – это сама жизнь, это самовыражение. Люди хотят выразить свою любовь, для этого существует джаз. Действительно трудно себе представить, что человек не слышал, что действительно может быть ребенок, может быть, какой-то изолированный. Для меня это определяющая музыка в моей жизни, собственно, она все у меня поменяла. Когда я стал заниматься этой музыкой, все стало по-другому. Лично для меня можно сказать, что все. Мы самовыражаемся через импровизацию. Это похоже на язык, и группа во время концерта разговаривает между собой и залом. Я могу приехать в Россию или в Японию, в Англию, в Францию, и меня поймут. Джаз – это такой же язык, как русский или английский. Джаз – это то состояние, в котором я чувствую себя комфортно. То есть кому-то нравится традиционный джаз, кому-то нравится там какой-то мейнстрим, и так далее, и так далее, современные какие-то вещи, то есть фьюжн, джаз, и так далее, и так далее. Там очень много вещей. Блюз – это фундамент. С этого все началось. Джаз – это одна из комнат этого дома. Рок-н-ролл – другая комната. Кантри-соул – третья и четвертая, и так далее. Еще ближе познакомиться с джазом можно, посетив один из тематических фестивалей по всему Красноярскому краю. Джаз над Енисием или Международный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона – это только верхушка айсберга. Следите за афишей на Первом Краевом, и культурные события никогда не пройдут мимо вас.